наше путешествие в загадочный археологический комплекс уахра-пукара началось в небольшом городке комбопата через который протекают воды священной для индейцев реки билка нота прямо из города вверх поднимается широкая пешеходная дорога которая является частью системы мощенных дорог под названием капахнян эта система соединяла все основные города империи инков тавантин сую и охватывала территории современных перу боливии эквадора колумбии чили и аргентины а ее суммарная протяженность составляла около 30 тысяч километров дороги начинали строить еще представители до инкских цивилизаций но именно инки объединили их единую сеть по этим дорогам бегали гонцы часки перевозились металлы текстиль раковины моллюсков и листья коки а также удобные мощеные дороги способствовали быстрому перемещению войск но с приходом испанских завоевателей и уничтожением государства инков строительство новых дорог прекратилось а существующие на пути попадаются заброшенные древние террасы небольшой город сангарара наряду с другим городом тинта претендует на право называться родиной тупака амару 2 который в ноябре 1780 года возглавил восстание коренных жителей против тирании испанских колониальных властей на начальном этапе успешное она закончилась разгромом восставших пытками и казнью лидеров тупак амару четвертовали его жену микайло басти дас и старшего сына и полито задушили веревкой предварительно отрезав языки а младшего сына десятилетнего фернандо а скопили и до самой его смерти содержали в заточении в испанской тюрьме однако несмотря на поражение восстание наметило путь к независимости колонии от испанской короны а сам тупак амару 2 до сих пор почитается индейцами как национальный герой мурал с изображением сцены разгрома колониальных войск восставшими индейцами микаэла басти дас и предводитель восстания тупак амару 2 водитель поднявшись по очень узкому серпантину высадил нас в конечной точке дороги а дальше придется идти пешком 5 километров хоть тропа и не сложная без значительных подъемов и спусков среднем она находится на высоте 4200 метров над уровнем моря поэтому из-за пониженного содержания кислорода быстро идти не получится пара андских гусей на кечуа у альята здесь также обитают кондоры орлы калибри дятлы и попугаи перед началом пути обязательно нужно попросить горы на кечуа апус чтобы они благоприятствовали путешествию и сделать подношение в виде нескольких листиков коки пача маме горы есть горы и защита пача мамы лишний не будет индейцы кечуа живущий высоко в горах зачастую используют подобные гроты в качестве жилья пейзажи андского высокогорья настолько не похожи ни на что другое ранее мною виденное что когда идешь по этой тропе среди гор и ущелий лагун и пещер а тишину нарушают лишь порывы ветра возникает ощущение нахождение если не на другой планете то уж точно в каком-то параллельном мире здесь можно повстречать разных животных как диких так и одичавших домашних нам повезло и мы увидели двух диких викуней которые скрывшись за небольшим скальным выступом вновь так больше и не появились как будто растворились в воздухе а вот встреча с быком или пумой навряд ли будет столь же радостной поэтому отправляясь в путь будет не лишним захватить собой крепкую палку хоть какая-то защита корали а загоны для скота и вот наконец показалась цель нашего путешествия крепость лахра пукара а а а а а а а рядом с комплексом на склоне соседней горы находятся террасы строение из рваного камня и пещера но я к ним вернусь в третьей части а 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 скалу на которой расположен комплекс со всех сторон окружает глубокое ущелье темные участки на склонах это следы огня здесь нередки грозы и удары молний могут вызвать сильный пожар первоначальное название комплекса до нас не дошло его нынешние с языка кетчуа переводится как рогатая крепость очевидно откуда взялось такое название скала очень необычная с двумя выступами напоминающими рога на самом деле есть и третье но он совсем небольшой и отсюда не виден в перуанской историографии считается что уахра пукара на протяжении своего существования использовалась представителями разных культур но всегда являлась административно-религиозным центром народ канчи который занимал комплекс до инков здесь поклонялся своему богу текси пача камах вера коча в процессе своей экспансии инки завоевали эту территорию но продолжили использовать сооружение по его прежнему назначению в хрониках также упоминается восстание канчи под предводительством это косни по когда восставшие на протяжении нескольких месяцев успешно обороняли уахра пукара от войск верховного инки уайна капаха нам очень повезло что сюда не добрались испанцы и со временем комплекс разрушался только от естественных причин национальный институт культуры и местная община в декабре 2008 года закончили реставрационной работы а в июле 2017 министерство культуры внесло этот комплекс список культурного наследия страны наглядный пример работы реставраторов здесь четко видно что ворота были восстановлены ими из новых блоков изготовленных из брекчей камни уложены в два ряда как и в сооружениях из полигональной кладки иногда между ними имеется и третий ряд похоже на конгломерат или брекчу с цементированные обломки и камни по всей видимости и в древние времена комплекс подвергался реставрации кладка нижних рядов выполнен аккуратней практически без зазоров между блоками причем ряды блоков уложены по непрерывной кривой линии как и в случае некоторых видов полигональной кладки лицевые стороны блоков сильно эродированы поэтому сейчас трудно сказать насколько тщательно они были обработаны изначально материал блоков похож на серый гранит между блоками верхних рядах уже имеются небольшие зазоры и установлены они в произвольном порядке из чего можно сделать вывод что укладывали их повторно при восстановительных работах в древности кстати похожая ситуация наблюдается и в облицовке узких террас в другом еще более загадочном комплексе писах о котором ближайшее время я планирую сделать серию роликов вообще в перу очень много древних сооружений хранящих в себе загадки кажущихся нам странными с непонятным назначением и построенные с применением неизвестных нам методов не является исключением и крепость уахра пукара слово крепость здесь нужно брать в кавычки потому что даже при поверхностном рассмотрении становится ясно что этот комплекс крепостью не является до штурмовать его было бы проблематично но у него нет стен а каменная облицовка никоим образом фортификационные качества скалы не улучшает еще один наглядный пример разница между аутентичной кладкой и работой реставраторов про этот камень охранники комплекса сказали что это астрономическое зеркало с помощью которого инки наблюдали за движением созвездий для планирования начала посевных работ а вот и третий маленький рог здесь ведутся археологические работы на этом уровне имеется неплохо сохранившийся участок аутентичной кладки очень похожий на полигональную во время грозы молния ударила в скалу и часть ее вместе с тропой и облицовкой рухнула в пропасть теперь обойти вокруг комплекса уже не получится под левым рогом имеется небольшой натуральный грот дополненный стеной из блоков из окна которого можно смотреть как в пропасть так и на звездное небо удивляет очень ровная поверхность верхнего уровня по всей видимости и как-то дорабатывали здесь уже присутствует грубая кладка из рваного камня заполнением землей это явно уже более поздние сооружения участок сохранившийся первоначальной кладки похожие на полигональную в это место ударила молния эту пирамидку из камней сложил какой-то местный парень тайком от охранников забравшийся на самый верх левого рога в одной и той же постройки хорошо обработанные камни соседствуют с грубо обработанными и просто обломками могу ошибаться у меня сложилось впечатление что это и соседнее строение более чем наполовину были собраны реставраторами из оригинальных а частично из новых блоков потому что как правило сооружение из рваного камня от времени землетрясения разрушаются достаточно сильно ниша с тройным проемом которая обычно встречается в сооружениях из полигональной кладки здесь по всей видимости имеет место подражания на склоне соседней горы ниже комплекса находятся восемь террас протяженностью 153 метра и высотой 18 метра каждая небольшая пещера и руины построек из грубо обработанного камня здесь у меня опять создалось впечатление что над постройками и облицовкой террас в значительной мере потрудились реставраторы заметно что пещера продолжает активно использоваться местными жителями и сейчас что можно сказать в итоге комплекс вахра пукара крепостью не являлся южноамериканские индейцы вообще не строили крепости в нашем понимании поскольку с тем оружием и тактикой что они применяли защитных стенах не было необходимости каким было его первоначальное предназначение сейчас определить невозможно скорее всего сакральное еще можно отметить сходство принципа а возможно и задач строительства уахра пукара и отдельных элементов другого комплекса писак и там и там выполнена облицовка обработанными блоками элементов рельефа только если в писаке это небольшие одиночные выступы так называемый торреон из башни и перепады высоты то уахра пукара уже целая скала если сравнивать качество обработки блоков то очевидно что в писаке она выше и блоки размером побольше однако технология изготовления была по всей видимости одинаковый как и в случае многих других археологических комплексов перу уахра пукара имеет свидетельство использования представителями разных культур создатели комплекса выполняли облицовку кладкой очень похожий на полигональную в дальнейшем последующие обитатели добавляли свои постройки для возведения которых использовали грубо обработанный камень дорогие зрители если вам понравилось то посмотреть новые видео а заодно и поддержать автора вы можете оформив подписку на канал лай и на спонсору по ссылке в описании